здравствуйте мои дорогие сегодня наконец-таки выпускаю видео видео о том почему я не выпустила 9 апреля и обычно 9 числа каждого месяца я выпускаю итоговое видео что я вообще делала что произошло за месяц как у меня сбросился вес вот но увы не получилось почему расскажу 8 апреля я взвесилась и мой вес был 95 килограмм то есть я за месяц похудела на 4 килограмма это очень мало я поняла почему еще до этого середине месяца мой вес на 2 килограмма встала и все и стоит прям вот никак на тренажер хожу занимаюсь много хожу прогуливаюсь вот диету соблюдаю все равно я жутко расстраивалась вот потом я поняла почитала в интернете и другие тоже сказали что когда на тренажерах занимаешься это только как бы для мышц мышцы как бы накачиваются это это не надо сейчас вот я решила под конец заниматься кардио тренировками я там выпустила несколько видео это у меня на беговой дорожке 20 минут 20 минут на велосипеде и тогда я уже достигала 16 18 минут на эллипсе я как-то взяла посчитала значит 360 килокалорий у меня было на кардио программе на фитнесе и я ходила прогулка была вот и было больше 800 килокалорий на следующий день взвешиваюсь 800 грамм ушло я решила до 1000 думаю проверю на следующий день опять кардио значит тренировки на фитнесе и побольше ходила у меня получилось 1125 килокалорий я хорошо запомнила на следующий день взвешиваюсь на килограмм похудела то есть надо заниматься чисто кардио тренировками чтобы сбросить вес а естественно диета и прогулки вот и потом уже не знаю как я добьюсь своего веса который я хочу можно будет уже тренироваться как бы мышцы там себе так сказать но 8 апреля вечером я слегла у меня был жуткий грипп очень такой грипп вообще-то сильный я еще грешу тем что я выходила на улицу потная с фитнеса и было вроде тепло но был очень холодный ветер вот скорее всего еще это добавилось а вот глаза болели глаза слезились нос заложен горло болело голова очень болела слабость в общем чиха чих какой-то был очень больной болезненный был я трое суток просто лежала мне было очень плохо была слабая естественно я очень много пила горячего чая с медом с лимоном с молоком там очень много горячего воды много пила и надо было значит принимать лекарства после еды мне надо было кушать и мой вес стал прибавляться я заметила что у меня большая отечность ног отсюки появились вот вот так вот грипп стал влиять на мой вес я очень конечно была расстроена 10 дней я вообще никуда не выходила и только через 10 дней когда пошла было очень слабое еле как бы прошлась чуть-чуть и все еще что я хочу сказать я же просто дома сидела так сказать лежала сидела во время болезни и головные боли появились давление появилось вернулась давление когда занималась фитнесом давления не было мне пришлось пить таблетки еще от давление вот это конечно на меня очень как бы но повлияло очень еще хочу сказать им именно во время болезни у меня на протяжении всей болезни у меня были жуткие судороги ног это магний надо было пить я еще магний дела вот и потихонечку потихонечку так две недели у меня ушли два дня назад я пошла на фитнес занялась кардио тренировкой также продолжала гулять и подали и представляете у меня за день на два килограмма ушел вес то есть ушла мой вес это оттеки мои ушли вот вот так повлиял грипп так сказать но ничего я как бы вылечилась не падаю духом и дальше начну заниматься кардио тренировками прогулками диетой буду так сказать соблюдать диету обязательно и буду выкладывать ведь свое видео на мой канал здоровье это движение так что дальше смотрите следите поддерживайте меня вот может посоветуете еще какую можно кардио тренировку мне сделать чтобы не давать такую нагрузку все-таки у меня возраст вот но я стараюсь очень стараюсь я думаю что я достигну своей цели так что будьте здоровы и всего вам хорошего добрый день друзья сегодня я готовлю на обед говядину соевой спаржей говядину я очень-таки тоненько порезала очень тоненько спаржа вы знаете что такое это соевая спаржа это пенка снятая при варке соевого молока позже я добавлю на крупной терке натертой морковь крупно нарезанная обязательно лук любой какой вы хотите лучок вот так я нарезала вот и когда я делаю мясо я всегда ложу лорова листик ну естественно специи какие вам захочется сейчас молодой чесночок я его нарезать тереть не буду и прямо вот в кожуре я вам покажу что я буду делать говядину замаринуем на полчаса какой я делаю маринад 1 столовая ложка винного уксуса 1 столовая ложка соус терияки 1 столовая ложка сироп граната 1 чайная ложка горчицы и туда я налила еще 4 столовые ложки воды сейчас будем на полчаса это все мариновать естественно я положу туда специи но не только этот чесночок который у меня именно в кожуре 30 минут прошло мясо замариновалось мы его положим сколько сковородочку и нальем 250 миллилитров воды этого достаточки готовилась ножом споржу сразу же обязательно морковочку сучку будет тушиться минут 15-20 вот такое прекрасное рагу из говядины и соевой спаржи получилось блюдо мясо приготовилась очень-очень вкусная нежная 7 приятного аппетита всем привет я строительном магазине а вот ищу скобы для того чтобы перетягивать стулья вот для и скоба это именно для строительного цепляра вот такие вот вот 1 и 2 миллиметра шириной 12 вот это взяла потому что очень много уходит на два стула очень много ушло нам еще два стула надо сделать так что мы нашли но если что это последнее мы взяли если что на вас берись тогда еще закажем уже вечер сегодня походила по магазинам и у нас очень большая такая большой магазин мечта называется это бытовая техника у меня там были большие большие бонусы я вот такой вот как бы салатницу стеклянную давно хотела четыре раза дешевле купила четыре раза дешевле вообще за копейки взяла потом спортмастере взяла вот такой сейчас я покажу на скакалке я лет пятьдесят наверное скакала но для занятий надо вот я буду дома на улице на набережной вот такой вот скакалочку вот но это нужно для кардио там взяла такой очень бог у нас очень жарко кепочку сеточкой взяла купила чтобы под солнцем и то это тоже спортмастер и вот такую сумочку чтобы ходить на фитнес она очень удобная для меня достаточно кроссовки спортивная одежда она довольно таки интересно такой длинной вот здесь тоже была большая скидка накопительная я обычно так покупаю меня накопительная как бы идет карта идет я прихожу узнаю сколько у меня накопитель на это уже очень даже удачная покупка минус 30 процентов у меня было так что так потихонечку потихонечку приобретаю всякие разные нужные мне для фитнеса для занятия ну всего вам хорошего